К докладу Александра Олеговича, что работа велась долго, не только им, он ее доделывал, эту работу. Сначала такой шутливый эпиграф к творческой семье. Мы поселились на Сенной, и там почему-то соседний подъезд с нашим подъездом, это секс-шоп, на котором написано размером с дом, мы укрепляем семью. Они укрепляют нетворческую семью, как мне кажется. Итак, вот смотрите, какая штука. Часто людьми, которые на моей памяти занимались вопросами семьи, допускалась такая ошибка, что они замыкались на форме. То есть выяснить, какая форма семьи, а есть ли папа, а есть ли мама, детдомовский ребенок, еще какой-то ребенок, ну и так далее, если это про детство. Потом красивая жена, некрасивая жена, умная жена, неумная жена, ну и так далее. То есть вот ребенок родился красивый, некрасивый, ну и так далее. То есть если отталкиваться от таких данных, то рекомендации, которые вы сможете дать человеку по вопросам семьи, будут следующими. Разведись, если нет родителей, найди. Ну и такие, да, то есть они будут совершенно инструментальные и бесполезные. Соответственно, что было сделано, мы собрали большую подборку примеров вообще, как семья, как семья в различных формах влияла на успех творческой личности от детства и до, собственно, старости. То есть вот как она влияла и выделяли не формы, а функции. То есть какое было влияние, условно говоря, детдом для ребенка может дать то же влияние, что родители ученые. Менее частоты, но может. И на всех уровнях примерно так. То есть вычленив все функции, все функции, на каждом этапе мы их объединили в некую модель. То есть какие функции ведут к творческому результату и те функции, которые творческому результату мешают на каждом уровне. Все это дело было скомпоновано вот в такую модель. То есть вот по одной оси мы откладываем движение от нетворческого результата, там, какой-то бытовой обычной жизни. И эталон, это вот как раз Игорь Леонардович показывал жизненную стратегию творческой личности, да, то есть идеальная творческая личность, творческие результаты и так далее, и так далее. И плюс временной фактор. Почему он нужен? Потому что получилась такая штука, что есть, так называемый, об этом Александр Леонардович будет говорить, некие точки невозврата. Вот если ряд этих функций до определенного момента не поставлены, не реализованы, да, то есть не сформировано какое-то качество в силу этой функции, в силу этого влияния, то этого уже не произойдет. Никогда. И это приводит к тому, что перемещаясь с одного уровня на другой, существуют разные стратегии, и их много, очень причем. То есть там размерность, ну, где-то там 25 на 25, приблизительно. То есть они полностью несводимы. Что это значит? Это значит, что, например, вот человек, который в свое время не приближался к творческому результату, в 30 лет решил заняться вдруг творчеством, до этого не занимался, те решения, которые в его семье будут работать, не будут работать для творческой личности, которая там первые результаты, допустим, получила в 20 лет. И наоборот, то, что хорошо для творческой личности, плохо для человека, ну, который пока еще нет. И вот эти точки невозврата, собственно, их стоит учитывать. И в общем смысле, вот два основных вектора, вот вектор на результат, эталон, что, в принципе, либо снизить влияние семьи вообще до нуля всех семейных отношений, либо использовать во благо. Но это очень редкие случаи, когда, допустим, ему муж с женой, например, творческие личности, потом у них творческие дети, да, то есть такой там эталонный пример, как, например, Кюри, да, семья. Собственно, а когда мы говорим о каком-то негативном векторе вообще решений, которые нас отдаляют от результата, это решение, ну, понятно, на уровень потребления. И единственное, что там можно с каждой ступенькой сделать, это пришивать заплатки. Пришивать заплатки. Что это значит? Ну, например, ребенок был воспитан в каких-то тепличных условиях и вырос, ну, не умеет он держать удар судьбы, допустим, да, не умеет. Ему нужна заплатка. Например, жена, который его после этого удара судьбы возьмет за шкирку и светлое будущее. То есть его стратегия найти такую жену, которая этой заплаткой будет, да. Ну, вот такого рода стратегии, то есть главное понимать, что вот каждый такой квадратик, который, вот там, разрядность там из базы данных 25 на 25, это отдельная тема, отдельная тема исследования, плюс вообще, в принципе, это может быть либо проект социальный, либо, ну, какой-то потенциальный бизнес, да. Ну, например, на людях, что делать, там, мужчинам или женщинам после 30, если они никогда творчеством не занимались. Да, то есть, да, то есть, что это будет тренинг, ну, какие-то могут быть варианты, вот. Соответственно, вот такая модель, да, то есть и в самом конце у нас конференции будет мой доклад о детях, он будет примерно вот о нескольких таких квадратиках, там, где написано. Да, в общем, я так бы быстренько презентовал и слово Александру Олеговичу передаю. Роль семьи в достижении творческих результатов. В моем докладе мы затронем все уровни развития семьи творческой личности, которые обрисовал Анатолий Александрович ранее. и на каждом этапе выделим сильные и слабые ходы, которые влияют на семью и на результаты творческой личности. Как уже говорили, эта модель многосценарна, и на каждом этапе здесь находится не один сценарий, а множество и целые грозди сценарий даже одного там хода. И поскольку объем материала большой, я буду многое упрощать. И вкратце мы пройдемся по основным элементам. Более подробно вы можете посмотреть в разладочном материале, который вам раздали. И облако еще не закрыто. Да, и облако не закрыто. Я выделяю два основных вектора. Вот это первый вектор. Это абсолютно положительный вектор. Творчество в углове угла. Семейная атмосфера помогает творческой деятельности и творческим результатам. И второй вектор — это отрицательный. Это отрицательный. Скажем так, это потребление. Это потребление. Потребление в детстве, потребление семьей с женой и потребление детьми. Что ж, начнем. Ребенок стартует с вершины этой пирамиды. И ему важно на этом этапе реализовать функции и качества, которые ему понадобятся в дальнейшей его жизни. И положительным вектором будет, например, постановка нескольких правильных моделей поведения. Но, например, в разных контекстах. Это раннее развитие и раннее обучение ребенка. То есть, например, как это было принято, пяти разным языкам. Это первый наставник, который должен быть из числа родственников. А обычно это дальние родственники, какие-то дяди или тети. И, конечно же, это ранний выход на цель. Это какие-то увлечения, эксперименты и просто интерес к целому направлению. Негативным же фактором, который поведет в негативный вектор, будет создание психотравмы, которые будут пропагандировать бытовые ценности этому ребенку. То есть, например, родители могут это вызвать каким-то негативным отношением к ребенку, злобой, агрессией. И постановка нетворческих моделей поведения. Это могут быть какие-то родительские пьянки, гулянки перед детьми. Это может быть как религия, там, ортодоксальная, например, или лженаука. У каждого этапа есть своя точка невозврата. Вот она вот здесь находится. И после этой точки невозврата уже невозможно поставить навыки, которые ставятся на этом этапе. И поэтому в дальнейшем следует их только замещать какими-то способами. Итак, второй этап — это юность. Здесь уже появляется эта полярность. Мы уже находимся или на положительном векторе, или на отрицательном. Поэтому юность может просто не понимать. Да, и он, конечно же, этого не понимает. И здесь уже важные этапы движения по вот этой матрице определяются именно качествами и функциями, поставленными на этапе. Например, негативное движение как на этом векторе, так и на этом будет вызвано навязыванием неинтеллектуального труда родителями, например, родителями по различным причинам. Это могут быть семейные проблемы, там, бедность, бедность. Это могут быть убеждения и религия. Однако здесь положительно вас переведет вход в образовательную какую-то среду. Это может быть какая-то начальная школа, это может быть домашнее обучение. А здесь же положительным вектором будет знакомство с реальностью, то есть постановка набора качества самостоятельности, работоспособности, правильного ритма. И, конечно же, создание творческого окружения. Это среда, социум и элементы начального творческого обучения. На этом этапе развилка начинается в момент поступления университета, где уже студент попадает в образовательную среду полноценную, и влияние семьи на него уже начинает уменьшаться. Здесь негативно повлияет выбор специальности или направления, исходя из критериев родителей. То есть что модно, что популярно, что приносит больше денег, и не учитывая реальности и реальных, скажем так, предпочтений ребенка. Положительным фактором будет помощь в получении образования и стимулирование студента на какую-то деятельность. Здесь же негативным эффектом будет какая-то огульная критика, например, от родителей. То есть это прямое препятствие студенту в развитии его творческой деятельности. Но положительным эффектом будет организация какой-то среды творческой. Например, как для Рубакина была создана библиотека его мамой, или, например, организация квартирников, салонов. Вода, которую вы сегодня будете пить, куплена в доме, где это располагалось. Подождите. Перейдет к вам ремонация Рубакина. Пожалуйста, подождите. Здесь же еще есть один положительный эффект, это забота о ребенке. То есть все на алтарь новых достижений. Итак, тут уже развилка начинается более неявная. Это переход к выбору супруга. Это может состояться по различным причинам. Это может диктовать общество, это может диктовать семья или религия. Например, жениться до 20. Здесь негативный фактор одинаков. Это какой-то импульсивный выбор супруга. То есть, например, это страсть или любовь. Ну и, конечно же, стороннее вмешательство выбора супруга со стороны родственников. Диктование условий. Спасибо. Положительным критерием здесь на негативном векторе будет выбор супруга с такими ценностями, чтобы помогать своему супругу в достижении результатов, а также обоюдно развиваться. Здесь же уже более сложный. Слушайте, я сейчас сообразил, тот супруг, который будет выбран, а его в школе и родители развиваться не учили. Я прав? Часто много людей. Подолжаем, продолжаем. Здесь важный прием. Это выбор супруга после получения первого результата. То есть, когда творческая личность достигла первого результата, и только тогда выбирать супруга. Здесь можно выбрать супруга соратника и помощника. Есть такая вероятность. Также здесь распространение. На Алтая замечательная есть ПТУ, которая у них официально. Они выпускают, готовят жену фермера. Замечательный бизнес-ход. Продолжайте, пожалуйста. Она может пьяного фермера отвезти на трактор домой. Это входит в ее компетенции. Здесь возможно применить такую вещь, как, например, тестовый брак. Итак, мы подошли к браку. Надо было так назвать конференцию. Итак, мы подошли к следующему этапу. Здесь, в принципе, уже свадьба. Это уже свадьба. Это является точкой перехода. И отдельно замечу, что на этот уровень, на уровень выбора супруга, можно вернуться еще раз. Например, если вы уже женаты или замужем. И в 30 лет, как уже говорил Анатолий Александрович, вы решили заниматься творческой деятельностью, а семья не понимает, то выбор нового супруга – это один из вариантов. Здесь же негативным фактором будут являться бытовые проблемы и какие-то помехи, а также неприятием супругам творческой деятельности. Хорошо поможет купировать этот эффект. Это просто не впутывать семью в творческую деятельность, не рассказывать, чем вы занимаетесь. Здесь же на брак будет влиять стороннее вмешательство. Часто это, опять же, родственники и родители, которые будут порождать огромное количество бытовых конфликтов, как это часто бывало у творческих личностей. Положительными эффектами здесь будет первое. Это, например, отказ супруга от своих каких-то благ, карьеры ради уже творческой личности и его достижений. Второе – это супруг помогает. Он секретарь, ассистент, переводчик, наборщик и выполняет любые другие функции, которые нужны, которые любые другие нетворческие функции. У нас все петерские мужчины такие. Да. И последнее – это активация творческой деятельности как творческой личностью супруга, так и супругом творческой личностью. Итак, мы переходим здесь на последний этап. Это развилка наступает в момент рождения ребенка у семьи. По самому плохому сценарию мы имеем, что ребенок – это продукт нетворческого родителя, который внезапно начал заниматься творчеством. И здесь могут возникнуть большие разногласия, и к результату это может не привести. Хорошим же решением будет здесь уже направление на ребенка, то есть поставить ему те функции, которые находятся на первом этапе. То есть, грубо говоря, зацикливание системы начинается. Негативным планом уже здесь будут затраты времени на воспитание, и не только времени, но и каких-то эмоциональных и физических сил, в силу того, что супруг просто не хочет этим заниматься. Ну и уже на более позднем этапе это активная месть детей. Это активная месть детей. Положительным эффектом здесь будет то, что дети не влияют на процесс. То есть нужны не дети, а ученики. То есть мы сразу ставим ребенка в контекст и в позицию ученика и даже соратника. В принципе, я рассказал вам полностью эту пирамидку небольшую. Отдельно хочется отметить, что здесь внутри большое количество различных перемещений и сценариев, как я уже говорил. И такой небольшой, но главный вывод, что не так важна форма, то есть сама семья. Важно то, что есть вот эти точки невозврата, после которых появляется несводимость решений. То есть решения вот этого уровня, например, будут плохи здесь и будут плохи здесь. То есть они хороши только, грубо говоря, на этом уровне. И поэтому при планировании вашей творческой деятельности или просто деятельности стоит учитывать, в каком квадрате и на каком векторе вы находитесь. И применять те действия, которые приведут вас к результату, даже если эти действия необычны для вас и иногда даже неприятны. Всё, спасибо, я закончил. Количество, количество, спасибо большое. Ну, вы нарисовали классический граф, значит, количество таких вот точек примерно, вы можете сказать, на линии? Грубо говоря, это десятки, сотни, это сколько? Ну, это примерно через, да, размерности 25 на 25. Грубо говоря, вероятность того, правильно ли я понимаю, что какой-то человек, даже умный, начитанный, скажем, да, как сказала Ольга Николаевна, она прислала данные, что средний россиянин в год читает 5, Ольга Николаевна, извините, каких-то книг. Читает прямо себе в голову, скажем, мы не уточняем качество этих книг, да, средний россиянин, скажем, да, скажем, да, вот, да, и, соответственно, скажем, даже читая какие-то книги себе прямо в голову, вероятность того, что он ошибётся, пройдёт 25 точек, она вообще просто никакая, если быть честным, она просто никакая, да. И, соответственно, хотя бы само существование такого графа и то, что вообще были люди, которым было трудно, и они справились, и некоторые из этих людей даже были женщинами, является креативной мыслью, правильно я понимаю, Ольга? Ну, хорошо, вопрос, пожалуйста, да, пожалуйста, пожалуйста. Продолжение следует...